Не покладая рук в круглосуточном режиме, подрядная организация работает в ускоренном темпе, чтобы завершить комплексный ремонт на улице Ленина. Сейчас обновление близится к логическому завершению. Большая часть работы позади. Уложено трехслойное асфальтобетонное покрытие, заменены бордюры. Помимо ремонта дороги и тротуаров преображаются и другие составляющие городского пейзажа. Фасады домов, освещение, инженерные сети. Завершили ремонт проезжей части по этой улице. Были проведены очень много трудоемких видов работ, такие как замена рельса шпальной решетки, ремонт самой проезжей части. Сейчас ведутся работы по ремонту всей пешеходной тротуарной части. Общая протяженность участка ремонта составляет 900 погонных метров. До конца сентября планируют нанести дорожную разметку, установить светофоры и освещение 12 пешеходных переходов, обновить дорожные знаки. Не забыли и про комфорт пассажиров. До конца этого месяца на баланс города поступят новые современные трамвайные остановки. Уникальной особенностью их будет подогрев в зимнее время. То есть жители будут стоять и ожидать раз в теплых условиях. Мы продолжаем работать над формированием исторического облика. Поэтому в конце сентября у нас поступят светильники. Мы их уже заказали. Исторического вида, исторического формата. Для того, чтобы действительно была у улицы Ленина очень хорошая, архитектурная. А пока освещение на полпути к городу. Подрядная организация занята покрытием в районе трамвайных остановок. Они спроектированы не только по ГОСТу, но и по столичному примеру. Такой опыт первый для Ульяновской области. И, как показала практика, вполне успешный. На Ленину установлены остановки Евгенского типа. А теперь посадка в трамвай стала более комфортной. Сама платформа возвышается над проезжей частью. А вот ждать, когда придет нужный трамвай, на платформе не получится. Она является частью автомобильной дороги. В ближайшее время для безопасности пассажиров будет установлено ограждение, которое разграничит посадочную платформу и тротуар. Изучали технологии других городов, именно Москвы, то, что в Москве только такое было. Думаю, у нас получилось все удачно. Продумали систему отвода воды, продумали примыкания, планы безопасности, чтобы все соответствовало с НИПом и нормам. Работа по обновлению улицы Ленина продолжится и в следующем году. В плане реставрация фасадов. Александра Никитина и Даниил Сурков. Управда ТВ.